Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. За сутки зарегистрированы 53 новых случая коронавирусной инфекции, 42 человека из них зарегистрированы по данным Роспотребнадзора в городе Якутске. Необходимо обратить внимание, что основные случаи, зарегистрированные в городе Якутске, связаны с базовым заболеванием, острого респираторных заболеваний в виде поднятия температур и, соответственно, граждане получают первую стадию пневмонии. И мы в результате этого имеем в том числе и ковидную историю в виде такого заболевания. 42 случая у нас госпитализированы в наши инфекционные стационары. 5 человек зарегистрированы в Верхоянском ЛУСе. К сожалению, это контакты, которые непосредственно у нас возникли возле нашего одного из медицинских учреждений. Ситуация в Верхояне находится под контролем. Я прошу жителей Батагая не переживать, нервничать. Власти хорошо держат на ежедневном контроле ситуацию в целом в ЛУСе. 4 случая в Алданском районе – это контакты, которые были сразу определены после определенного рода ситуации в Тамутском психоневрологическом диспансере. И по одному случаю контакты нам дали в Мерлинском и Мерлингринском районах. За последние сутки у нас выздоровело 98 человек, а это те, кто у нас выписан из наших стационаров. Еще раз обращаю внимание, только в городе Якутске у нас на настоящий момент 11 зданий используются под инфекционные стационары. Безусловно, в конце этой недели, с учетом определенного рода тенденций, которые у нас имеют место быть на территории города Якутска, будем принимать решение о сворачивании части стационаров и, соответственно, уже потом принятии мер по меньшему количеству уже и коек, и уменьшению коек, в том числе и в городе Якутске. А в районах часть коек мы уже снимать начали, потому что, в принципе, определенная тенденция на уменьшение идет. На что бы сегодня я хотела обратить внимание? У нас вновь впереди суббота и воскресенье, поэтому, если у вас приняты решения, которые связаны с выездами за город, постарайтесь их, соответственно, определить среди того круга лиц, который вам уже известен, для того, чтобы наши врачи тоже смогли через некоторое время выехать за город на отдых, потому что те случаи, которые сегодня мы фиксируем, они вновь опять в Черопчинском лусе связаны с большим юбилеем. Я, безусловно, тоже поздравляю этого юбиляра, но я не могу не поздравить наших врачей, которые сегодня получают, а людей, которых необходимо лечить. В районной республике выехало и зарегистрировано у медиков в органах местного самоуправления 11,5 тысяч детей. Все эти ребятишки поставлены на медицинский учет, но мы знаем, что часть детей, часть родителей не выполнила этих обязанностей. Большая просьба все-таки в органы местного самоуправления обратиться. Медики возьмут на учет для того, чтобы провести и профилактическое наблюдение за ребятишками. Но это даст возможность нам и более уверенно начать учебный год, и в том числе и не допускать не только коронавируса, но и ангин и других заболеваний. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok